Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Буквально через несколько часов от момента, когда я снимаю этот ролик, выходит второй студийный альбом Луи Томлинсона. Но я альбом уже послушал, потому что вот буквально пять минут назад я зашёл домой с закрытого предпрослушивания нового альбома Луи, которое прошло в кинотеатре. Было очень прикольно, в целом я считаю, что затея классная. Почему мы не слушаем альбомы в кинотеатре? Вопрос. Спасибо лейблу Луи Бим Джи Рекордс за то, что взяли, позвали, пригласили, попкорном накормили, лимонада налили. Снимать там, естественно, было запрещено, но вот кадры того, как там это всё выглядело. Ну и, естественно, хочется обсудить альбом, и то, что меня позвали на закрытую тусу, не значит, что я не обсужду его честно, как и делаю, собственно, всегда. Я в этот раз не буду разбирать альбом по треково, как я делаю обычно, потому что, естественно, я послушал альбом только один раз целиком, поэтому у меня такие больше общие впечатления. И, честно признавшись, нет смысла в этот альбом копать как-то глубже, потому что, ну, это ему только навредит. Поэтому хочу просто рассказать уже сразу свои выводы, и, естественно, поставить оценку в конце. Как всегда, традиции самые важные сохраняются. Поэтому поехали обсуждать альбом Луи Томлинсона, который называется Faith in the Future. Faith. Не faith, а faith. Просто урок English о Лангуаге. Давайте, наверное, начнём с хорошего. Хорошая. Этот альбом лучше, чем дебютник Луи. Альбом Walls. Я думаю, если вы пришли на этот ролик, то вы это прекрасно знаете. У меня есть обзор на альбом Луи Томлинсона Walls, где я ему ставил что-то там, знаете, типа между шестью и семью. Это был один из моих первых обзоров. Ему уже больше двух лет. И сразу могу сказать, что да, оценка абсолютно не релевантна. И я могу озвучить свою оценку дебютнику Луи в настоящий момент, которая как бы уже останется. Это 5.5 из 10. Поэтому сразу спойлер. Ниже оценки у этого альбома не будет. Что ещё из хорошего? Песни, которые мне действительно понравились. That's the way love goes. Всё. Ну, правда, из тех, которых мне прям хорошо зашли и понравились, наверное, всё. Это 14-я композиция, закрывающая. Она такая больше балладная. Вполне красивая. Текст тоже неплохой. При этом на альбоме достаточно композиций, которые слушаются, ну, норм. То есть, знаете, песня, которая тебя как бы не оскорбила при прослушивании, но ты особо её не запомнишь. Это такая, знаете, неплохая музыка на фон. И, наверное, этот альбом так и можно характеризовать, как вполне себе неплохой альбом, чтобы поставить на фон. Он приятный, он заводной. Там очень мало баллад. А если они есть, то они разбавляются каким-то, знаете, эпичной концовочкой. Потому что, мне кажется, я плюсы превратил в апсёр. Ну, короче, едем дальше. Потому что мне кажется, что данный альбом немножко метается из стороны в сторону по звучанию. Он пытается быть чем-то цельным. Но, как бы так сказать, то ли Луи не очень понял, что такое цельность. Но суть в том, что альбом метается от какого-то поп-панка нулевых, где прям, вот знаете, чисто Аврин Лавин британского разлива только в 2022 году, когда это как бы, ну, средне актуально. Причём вот звучание именно Аврин Лавин, а не какой-нибудь Оливии Родриго. Периодически альбом начинает заигрывать с таким лёгким поп-роком 80-х. И кажется это прикольным, потому что, ну, сейчас это модно. Все мы знаем, что так делают многие. И кажется, что начинается что-то выклёвывается. Но потом неожиданно это разбавляется какой-нибудь песней. Просто, знаете, не то, что Европа Плюс, а какая-нибудь, ну, Радио Дача. Или заявка Боснии-Герцеговины на Евровидение. И ты не понимаешь, что из себя представляет этот альбом. Куда он пошёл? В поп-панк-рок, как какой-нибудь Machine Gun Kelly или Дэми Лавата. В рок-80-х, как там у Гарри Стайлс тот же. Или он выпускает песню для Европа Плюс ТВ, как там его называют. Потому что местами, я всегда говорил и повторяю, Луи в целом неплохой автор композиции. Но, несмотря на то, что тут есть неплохие песни, то есть даже трек Out of My System, который мне не очень понравился как сингл, текстово, он неплохой. Просто звучит так себе. Но есть композиции, и мне сейчас просто тяжело вспомнить каждую песню по отдельности. Но я помню, что Чикаго, she is beauty, we are world class. И, по-моему, common people. Это прям рубрика трэш-контент. Потому что просто текст как будто писал третий-класс. Текстово, здравствуйте. При этом в песне Common People пытается заход в такую, знаете, социалочку. Но у него при этом это так плоско получилось. Ну, то есть из разряда мальчик, который входит в топ-10 богатейших молодых британцев, рассказывает тебе какие-то сказки про то, что вот надо нам быть всем вместе классными. И вот местами прорываются эти такие немножко трэш-композиции. Но если слушать альбом целиком, как его делал, допустим, я просто сидя в кинотеатре, он кажется вполне себе звучным. Но как только он закончится, ты поймешь, что ты для себя абсолютно ничего не вынес. То есть там нету какой-то идеи, какого-то посыла, какого-то общего настроения. А вы знаете, я человек, который, ну, очень любит, когда в альбом вкладывают какие-то мысли, концепции, идеи. Или, если же это все отбрасываем, то тогда, ну, альбом, который звучит хитово. У Луи нет ни одного из этих аспектов. И в целом у меня всегда была проблема с артистами. Мы уже сейчас говорим о Луи как артисте, а не конкретно об альбоме, которых невозможно описать. То есть, я думаю, вы понимаете, ну, или я вам сейчас расскажу, что когда создается образ артиста, вы понимаете, у больших артистов есть огромная пиар-команда от лейбла, своя личная менеджмент. И когда прописывается образ артиста, всегда создается какое-то вот зерно. Что ты из себя представляешь как публичная личность? Какой твой посыл? Чем ты узнаваем? Какие у тебя есть фишки? И, ну, я думаю, сейчас вот вы любого своего любимого артиста представьте, и будут какие-то вот, знаете, у вас сразу мелькать картинки в голове. Когда я думаю о Луи Томлинсоне, у меня пустой лист, чистый. Ну, максимум там One Direction мелькает. Вот то тут, то там. Потому что так случилось, что как артист Луи, ну, фактически никто на данный момент, потому что по его музыке слышно, что он сам не понимает, кто он. И это грустно, это обидно. Я не могу сказать, что там Луи какой-то артист от бога, которому суждено выступать, но он вполне себе талантливый парень, который при должном менторстве, в принципе, наверное, мог бы что-то сделать интересное. Но пока он немножко, вот знаете, болтыхается на одном месте, пытается сам себя вытянуть из воды, и не похоже, что ему кто-то в этом помогает. Потому что даже его место как артиста в индустрии, оно ограничено фан-базой, которая осталась с One Direction. И это видно, это заметно. Я сегодня это наблюдал на закрытом предпрослушивании, где были прям вот хардкорные фанатки. И я, который вообще сидел отдельно, потому что, ну, я как бы немножко... Либо слишком уже взрослый, либо слишком разумный. Ну, то есть я не пищал, как девочки, там, от каждой песни, и не плакал от, не знаю, там, строчки, типа, ты красивая, я тебя люблю, ты такая классная. И, соответственно, вот эта позиция Луи и его нынешняя музыка, его позиционирование, оно не предполагает в себе какое-то расширение аудитории, выход на новые рынки. Потому что его музыку вот слушает очень закрытая комьюнити, и эта музыка не выходит за его рамки. Он пытался во время дебюта, еще преддебютной эры, то есть та же песня с Биберексой, ее на радио промили, она вроде как даже заходила более-менее, а тут прям совсем все как-то, знаете, очень так сжато. Соответственно, когда вот случаются такие вопросы, а вот где артист, очень трудно разбираться в его материале, потому что он сразу кажется, ну, никаким. То есть это просто приятная музыка на фоне, да, там есть неплохие аранжировки, есть там приятные рок-вайбы местами. Но вот чего-то, за что хочется прямо, знаете, зацепиться, вот нет этого. Из-за этого самая большая проблема. Ну и что касается оценки, если уже опираться на то, что я сказал про дебютники его, нынешнюю оценку, то альбому Луи Томлинсона Faith in the Future я хочу поставить 6.0 из 10. Я до сих пор пытаюсь жонглировать своими эмоциями в плане того, что норм ли это альбом, что его в принципе можно поставить на фон, и пусть он там играет, или мне не норм, потому что это альбом для фона, и там непонятно, что играет. Поэтому, наверное, такая моя оценка на данный момент. Луи Томлинсону я желаю найти нужную команду, наверное, разобраться в себе, попробовать перезагрузиться, не бояться потерять тех... Ну, хотя нет, наверное, надо бояться, потому что если он потеряет нынешнюю фан-базу, фиг знает, будет ли новая, но быть смелее, вот как артист, вот что я ему хочу пожелать. И не бояться прибегать к чужой помощи. Даже если это касается авторства или каких-то интересных продюсеров, он в целом не последний артист на своем лейбле, поэтому может выбивать хороший бюджет и искать себе неплохих продюсеров, с которыми они могут вместе скомпоновать что-то здоровско, что и Луи подойдет, и при этом, ну вот, мне понравится. Ну, а пока как-то так. Это мои мысли по альбому и оценочкам. Конечно же, мне безумно интересно, что скажете вы, кто собирается послушать альбом, возвращайтесь потом с комментами, или вы, если смотрите ролик уже в момент выхода альбома, то пишите, как вам, что понравилось, что не понравилось, любимые песни, нелюбимые песни. Мне будет очень интересно почитать. И, кстати, на следующей неделе, уже во вторник, будет прямая трансляция, где я уже традиционно буду объявлять в прямом эфире номинантов на Грэмми 2023. Так что залетайте, если хотите слушать меня на русском, а не всяких там других дядь и теть зарубежных на английском языке. Буду вас ждать. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok